Здравствуйте, Назгуль. Здравствуйте, СПН. Сегодня хотела пообщаться с вами на тему мужской бесплодия. Очень часто задают вопросы по поводу данного исследования, которое проводит генетическая лаборатория Триген. И в этой связи вопрос такой, как часто встречается мужское бесплодие? По литературным данным, мужское бесплодие встречается в 50% случаев бесплодия субружеской парой. Поэтому эта тема очень актуальна в данное время. Назгуль, можете рассказать об этом видеисследовании на мужское бесплодие, которое проводится в лаборатории Триген? В лаборатории Триген проводится молекулярно-генетическая семья, микродилетция АЗФ локусов, Игорь Хромосомы. Известно, что 30-40% всех нарушений при мужском бесплодии, они являются идиопатическими, то есть неизвестного генеза. И внедрение микрогенетических методов в диагностику позволило выявить еще одну такую причину раскрыть, как микродилетции АЗФ локусов. Микродилетция – это выпадение участков ИГРХ, которые не видны под микроскопом, то есть цитогенетическим методом, который можно выявить макулярно-генетическим. На ИГРХ есть участки, которые отвечают за сперматогенез. И выпадение этих участков из хромосомы приводит к нарушению сперматогенеза. Соответственно. В этом анализе озвучено наличие определения 14 локусов данного гена. Достаточно ли это? Вот я слышала, что можно провести меньшее количество локусов. Будет ли это информативно так же? Данный тест позволяет выявить 14 локусов, изменения в них, то есть нарушения, которые являются наиболее часто встречающимися дилетциями в этом гене. Можно меньше сделать, но тем больше локусов изучено, тем больше информации для врача. То есть наиболее полная информация будет, когда изучается большее количество локусов. Назгуль, все-таки кому же показаны данные виды исследований в первую очередь? По рекомендациям Европейской ассоциации анавурологов, этот анализ показан пациентам с азоспермией, с оригазоспермией, с количеством сперматозоидов и аквариатин, меньше патиньонов. Ваши советы и рекомендации тем врачам, которые в первую очередь сталкиваются с такой группой пациентов, у которых можно заподозрить или уже поставить диагноз мужской бесплодии? Такой анализ позволяет выявить генетическую причину мужского биосплодия, избежать необоснованное лечение у мужчин с микродилецией азоэфлокуса и позволяет даже прогнозировать вероятность получения сперматозоидов для процедуры ЭКОИКСИ. Поэтому, если есть данная группа пациентов, их нужно обязательно отправлять на этот анализ. Спасибо большое за очень интересную информацию. Всего Вам доброго. До свидания. Продолжение следует...